И еще на русском острове водились бабочки. Такие большие бабочки. Я потом прочитал про них в энциклопедии. Они называются махаоны. Там много разновидностей махаонов. Но вот это вот такие махаоны, которые водятся на самом деле только в этом регионе. Очень большие, здоровые. Вот такие вот. Больше воробья. Здоровые бабочки. И у них были очень красивые изумрудно-зеленые крылья. Вот внутренняя часть крыла изумрудно-зеленая. А внешняя такая бархатно-черная. И нам офицеры говорили про этих бабочек. Не дай боже, какая падла, хоть одну бабочку, блядь, задавит. Эти бабочки, блядь, занесены в красную книгу. Мы гордимся, блядь, этими бабочками. Они водятся только здесь, блядь, у нас. Они здесь водятся уже миллион лет. А вы здесь за полчаса все засрете, блядь. Не дай боже. А эти бабочки, они появлялись где-то в середине июля и летали потом до середины августа. И кажется, они сами понимали, какие они важные и чудесные. Они летали неторопливо, медленно, можно сказать, летали. Они собирались с небольшими стайками у прибоя, сидели на камнях. И летали, ну, медленно и прекрасно. Вот так, сейчас покажу. Вот так летали. Я задавил трех штук. Когда я убивал первую, она хрустела под пальцами. У нее, казалось, были удивленные такие радужные глаза. Она смотрела прямо на меня. У нее дрожали усики. Крылья легко ломались. И от них веером вот так разлеталась пыльца. И из нее выдавливалась какая-то желтая дрянь. А потом я долго и тщательно отмывал руки в прибой. И даже тер песком ладони. Потому что, ну, действительно, не дай бог. Офицер же шуток-то не... А я ведь убивал-то всерьез, я же не шутил. Я убивал всерьез. И каждый из нас задавил минимум три. А кому мы там могли еще отомстить? Кто там был слабее нас?